шалом бокертов у нас сегодня второй урок по главе вайхи урок за поднятие души яков бен наху моего папы значит мы читаем о благословении сыновей йосифа минаша и ефраима и призвал яков йосифа сообщили и сего что отец твой болен наши мудрецы говорят что он был первый кто тяжело заболел перед смертью яков сам просил об этом всевышнего чтобы он дал такую возможность чек не знает когда он умрет мгновенно умирал а если будет возможность узнать о дне смерти то человек сможет дать распоряжение может дать наследство нужно выполнить все распоряжения торы отец при жизни должен дать двойную долю первенцу и поэтому всевышний говорит их хорошие просишь и дал яков благословляет сыновей йосифа минаша и ефраима и ставит с правой стороны эфраима а с левой стороны минаша вложит руки на головы йосиф считает что это неправильно думаю что отец просто плохо видит но яков получал в это время пророчества и он знал что он делает и теперь давайте посмотрим что же произошло дальше вот мы смотрим просто текст торы одна книга называется он решит другая книга называется бэмид бар мы смотрим как это работает с большой силой яков и благословил если мы сравним со всеми коленами израиль то благословение минаша и ефраима резко отличается мы смотрим главу вайгаш мы видим сыновьякова пришедших в египет мы видим что йосиф приходит с двумя сыновьями минаша и ефраима в списке пришедших хотя дети его родились в египте ну раз и вышли как поставил значит так и есть значит и смотрим что произошло с каждым коленом если мы видим что благословение всем коленом израиля идет детям и внукам максимально вождями колен стали дети и внуки это главы семейства допустим у рювена только дети все четыре значит ханов полухи цроны корми и если мы смотрим у шимона у него из шести сыновей агат пропадает семьи агата нету то что мы считаем и вайгаш есть агат клейпенхас его уже нету через двести пятьдесят лет и если мы смотрим этой семьи нет и сахар становится зеррахом имена меняется что происходит какие-то изменения происходят с коленом шимона если у льви как было три сына три начальника колена так три и осталось гершонки если у ягуды было пять сыновей шела перец и зеррах их црон и хамуль два внука вот еще и у ягоды уже есть было совеяние продолжение уже даже внуки становятся начальниками семейств и потом смотрим из сахара талапа уа йов шимрон там есть одно изменение йов стал ешувом но все четыре семьи остались и у узвелгузулуна середула нахель все остались вот это все семейство как они были написаны вайгаш так они вайпенхаз у сахара и зулуна остались и так дальше мы проходим значит если мы проходим все колена то получается внуки только получили звание ранчальника семьи это у ягоды это получается сыны переца хитцрон и хамуль и мы смотрим это получилось у беньямина то есть были сыны белый арден аман и мы смотрим были были у сына ашера были сыны бриихи веры и все дети и внуки ни у кого больше если мы берем эфраима которого сейчас яков благословляет то у него тоже три сына шуталлах и сын шуталлах айран вот только дети и внуки но если мы посмотрим на Минаше то здесь сразу видно какая сильная браха то есть Минаше сын Йосифа один Минаше родил Махера вот Махера семейство Махера вот уже внуки Махер родил Гелиада от Гелиада семейство Гелиада и потом мало того что мы смотрим и дальше то есть получается правнук уже является Гелиад а праправнуки шесть правнуков стали начальников семей Езер Хиле Касрель Шахем Шмеда и Хефер и на этом даже не заканчивается потом написано Хефер родил Славхада а у Славхада дочери и перечислены их имена Махлана Ахагла Милькая Терца они не раз в Торе три раза перечислены в Торе что это такое вообще какая браха огромная мало того что сам Славхад по словам в рабе Акива это тот человек который собирал хворо с субботу наши мудрецы говорили он такой праведник был что решил отдать свою жизнь чтобы мы не нарушали заповеди чтобы мы видели что происходит с тем человеком который дерзко нарушает субботу он собирал хворо субботу всех на глазах и приходил к каждому колену и собирал при них все ему говорили что ты делаешь сегодня суббота и так он отдал пока его судили Всевышний сказал он заработал смертную казнь Маше не знал что с ним делать в такой ситуации и потом Маше не знает что делать с дочерьми Славхада то есть праведницы невероятные им уже по 40 лет они замуж не выходят они имели право выходить замуж все хорошо но они не выходят почему они не выходят потому что они знают что у них нет брата у Славхада не было сыновей только дочери и если нет брата то земля их отца перейдет к их мужьям если муж не из колена Минаше то земля теряется и Маше тоже не знает что ему делать он спрашивает у Всевышнего Всевышний отвечает что справедливая в ряд дочери Славхада то есть они добились того что Всевышний четко Маше объяснил закон что земля не должна переходить от колена к колену и выходить замуж теперь они должны только за представителей своего колена и написано и стали дочери Славхада женами сыновей дядей своих вот так они выполнили вышли за своих двоюродных братьев замуж вот так вот вот такое такое большое благословение получил Йосиф не все конечно из его внуков стали родначальниками главами семей потому что мы видим что они тоже были потому что написано видел Йосиф у Ефраима детей до третьего рода также сыновья сына Махера сына Минаше были взлеены на коленах Йосифа то есть получается сыновья Махера мы знаем одного который стал родначальником семьи значит у него еще были братья которых Тора нам не пишет имена не называет и допустим по словам что стали дочери Славхада женами сыновей дядей своих мы видим что у Славхада тоже были братья которых Тора нам не называет вот так вот все на сегодня всем всего самого наилучшего до новых встреч это был второй урок поменьше и мы нам и и не